МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Сегодня мы продолжим бутылочную тему и поговорим уже об истории этой пятейной посуды в нашем Отечестве. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Стекольное дело зародилось на Руси еще в начале 17 века и постоянно развивалось. А в середине 19 столетия в России была полностью освоена европейская техника изготовления бутылок. К концу этого века энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона отмечал. Самым большим является производство бутылок всех родов, начиная с черной и зеленой до бутылок чистого белого стекла. Бутылочное производство настолько окрепло, что удовлетворяет почти всю потребность страны. Так что привоз заграничной бутылки выражается ничтожным числом для Кавказа и Крыма. В России 19 века разным напиткам соответствовала бутылка определенной формы и цвета. Техника литья позволяла придать этому пятейному сосуду точную, геометрически выверенную форму. Бутылки могли быть круглыми и раздутыми, с вытянутым горлом, с выборкой, с округлым оплечем, граненые, украшенные орнаментом и надписями. Были бутылки простые, столовые, бутылки для шампанского, для английской горькой, портерные, рейнские, пивные, ликерные, коньячные, ромовые бутылки. Для особо торжественных случаев стекло обрабатывали по дыне или под перламутр. Конечно же, заказывая бутылку для своей продукции, производители спиртных напитков прежде всего заботились об узнаваемости своих изделий. Так петербургская фирма Бекман и компания ввела в моду бутылку-фляжку, а продукция торгового дома Петра Арсеньевича Смирнова узнавалась по конусообразной бутылке нежинской рябины. Коньячный король России Николай Леонтьевич Шустав предпочитал свой черед графинчику. Еще в 1852 году в России было принято положение о стеклянной посуде. В этом документе говорилось. Заводчик должен в удобном для него месте ставить клеймо, в котором означать свое имя и фамилию, хотя бы начальными буквами, местонахождение завода и год выделки. Помимо собственных инициалов, производители стеклянной посуды могли помещать на бутылке и изображение российского орла. Эта геральдическая птица означала высшую государственную награду за победу на очередной выставке. Среди русских типов бутылок, наверное, самым популярным был Штоф. Кстати, Штоф – это не только четырехугольная бутыль зеленого стекла с коротким горлом, но и мера объема жидкости, которая в этот сосуд помещалась. По-немецки Штоф или Штауф означает большой бокал, чаша. Как мера жидкости он был равен 1,23 литра. А вот 10 Штофов составляли ведро. Соответственно, объем ведра по современным понятиям равнялся 12 литрам с третью. Ведра и Штоф служили в России, как правило, при измерении количества виноводочных напитков. Соответственно, существовали не только бутылки Штофа, но и ведерные бутыли. И не только они. Что-что, а измерять количество водочного зелья наши предки умели. Самой мелкой дозой считался шкалик. Это забавное слово пошло от датского сколь. Застольного тоста, типа нашего «ну будем». Датчанам, как, впрочем, и остальным скандинавам, это словцо досталось от викингов. А те были весьма не дураки выпить чего-нибудь крепкого. У викингов слово сколь означало небольшой кубок, примерно на один глоток. Хотя тем же словом называли и морскую раковину, и, как говорят, даже человеческий череп. Этот шкалик древних скандинавских мореходов и завоевателей на Руси прозвали еще и мерзавчиком. Видно, мелок был больно. Два шкалика – это уже чарка или сотка, то есть сотая часть ведра. Но чарка была для русских богатырей, что сколь для викингов, как слону-доробина. Русской нормой признавалась кружка, в которую входило 10 чарок, то есть литр с третью. Однако вернемся к штофу. Помимо цельного штофа, водку мерили еще и полуштофами. Для розлива любимого напитка чаще всего использовали именно полуштоф. Его еще называли водочной бутылкой, и вмещала она примерно 0,6 литра. Старой русской мерой розлива служили еще четвертная и сороковка. Как нетрудно догадаться, четвертная – это четверть основной водочной меры, то есть ведра. Казенная четвертная бутыль изготавливалась с длинным горлышком, а посему заслужила в народе прозвище гуся. В мутированном виде со свернутой шеей этот гусь дожил до наших дней. Сегодня такая посуда нам известна как трехлитровая банка. А вот десятая часть емкости четвертной бутыли называлась сороковкой, а также косой, косушкой и четушкой. В советские времена четушка вмещала в себя половину полулитровки, бывшего полуштофа. Переход на метрическую систему полностью вытеснил из обихода эти старинные меры. Однако их забытые имена нет-нет, да и встретятся в современном питейном фольклоре. Ну и последнее о бутылке. Ничего общего, не имеющее ни с водкой, ни с вином, ни с другими льющимися материями. Речь пойдет о бутылочной почте. Это, пожалуй, самый древний способ отправки сообщений. Суть его проста. Пишется послание на куске бумаги или пергамента, сворачивается в виде свитка и помещается в стеклянную бутылку. Бутылка запечатывается и бросается в реку, море или океан. А затем ее кто-то находит. Быть может, даже адресат послания. По преданию, первым воспользовался бутылочной почтой греческий философ и естествоиспытатель Теофраст. Где-то в самом конце IV века до н.э. он бросил за Гибралтаром несколько запечатанных сосудов записками, чтобы доказать, что вода в Средиземное море поступает из Атлантического океана. А спустя несколько месяцев один из этих сосудов был найден на Сицилии. С тех пор бутылочная почта вписала многие славные страницы в историю человечества. Ведь очень часто оказывалось, что послания в бутылке служили единственными сведениями о судьбе пропавшего судна его экипажа. Это было последним криком о помощи и последней надеждой на спасение. Однако послания в бутылке использовали не только в экстремальных случаях, но и как регулярное средство связи. Так, направляясь на поиски своей Индии, Христофор Колумб отправлял донесения испанской королеве Изабелле закупорив их в бутылки и бросая в океан. Некоторые из этих посланий были вовремя выловлены из воды и доставлены во дворец Ее Величества. А одна из бутылок Колумба здорово загуляла и была подобрана только в 1852 году в Гибралтарском проливе. Подобно древнегреческому Теофрасту, на бутылках в океане продолжили ставить эксперименты европейские ученые. В 1837 году немецкий гидрограф Генрих Бергхаус описал историю 21 бутылки и показал на картах примерные маршруты их плавания. А два года спустя во Франции была составлена карта плавания уже 97 бутылок. Во время исследований гольф-стрима в середине 80-х годов 19 века принц-монахо Альберт Первый бросил в Атлантический океан 1675 бутылок, из которых потом выловили 226. В конце 20 века появились новые моря и океаны, виртуальные, и бутылочная почта обрела новое дыхание. В современном интернете вы можете найти массу предложений послать виртуальную бутылку по виртуальным волнам. «Существуют возможности и материализовать ваше послание. Для этого вы направляете текст фанатам бутылочной почты, те распечатывают его, закупоривают в питейный сосуд и пускают в ближайшую реку или море». Вообще же, послание в бутылке – это удивительная метафора человеческого творчества. И лучше всего об этом сказал современный писатель Чарльз де Линд в романе «Лезвие сна». Каждое произведение искусства – это акт веры, иначе незачем было и стараться. Это словно послание в бутылке или крик в темноте. Оно передает слова автора. «Я здесь, я верю, что ты где-то есть, и в случае необходимости когда-нибудь отзовешься, даже если этого не произойдет при моей жизни». Это была программа «Обыкновенная история». Обыкновенность повседневна. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok